Котику Арию почти два года. В приют он попал совсем крохой, вместе с сестренками Санса и Кляксой. Как и большинство уличных найденышей, они были дикими, не подпускали людей к себе. Со временем малыши прониклись доверием. Теперь Ария – ласковый и мурчащий кот, которого в шутку называют приютским стилистом. Стоит зайти к нему в вольер и встать, и он тут же начинает своими лапками на голове у вас сооружать какую-нибудь супермодную прическу. И это на самом деле очень здорово, потому что всем деткам, которые к нам приходят на экскурсии, это безумно нравится. У котика нет проблем с лотком, он здоров, у него чудесный характер, он уже не маленький котенок, он не будет беситься и бегать по квартире, и драть всю мебель. То есть он уже такой состоявшийся кот, и мы очень хотим, чтобы он нашел свою семью. Еще одна постоялица приюта – необычная кошечка Лева Лова. Волонтеры приюта считают, что у нее в роду были мейн-куны из-за формы мордочки и кисточек на ушах. Девочка попала туда в мае прошлого года вместе с братьями и сестрами. Малышка была самой слабой из всех. Волонтер Анна забрала ее к себе на передержку, выходила и дала имя. Как корабль ты назовешь, так он и поплыл. У Левы характер левицы. То есть она может быть мягкой, покладистой, мурчащей, придет с утра, ляжет к тебе мур-мур-мур. Но у нее бывает и такое, что она может прикусить, она может поцарапать. Поэтому мы рекомендуем брать ее в семью, где нет очень маленьких деток, где уже детки понимают, что если котик, например, пытается их прикусить или поцарапать, в данном случае кошечка Лева, то это потому, что она большей части играет так и не со зла. Те, у кого нет возможности забрать животное домой, могут помочь с уходом, либо финансово. Сейчас приюту необходима стиральная машина. Если у вас есть ненужная техника в рабочем состоянии, или вы готовы пожертвовать средства на ее покупку, можете обратиться к администраторам группы приюта ВКонтакте, либо по телефону плюс семь девятьсот восемь семьсот шестьдесят два ноль девять пятьдесят один. Дарья Козина, Евгений Шикрев, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24.